В фойе общественно-культурного центра «Галактика» международные делегации встречала экспозиция муниципалитетов края. Специально к международному форуму была подготовлена выставка городов-героев с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Делегация из Уганды остановилась около стенда «Сочи-город-госпиталь». Мы, конечно, рады быть в Сочи. Девушка мне рассказала очень историю, которая велика, так сказать. И Сочи очень красивый город, так что хорошее место, чтобы производить такие мероприятия. Конечно же, мы тоже рассказывали о городе, о его вкладе, о вкладе людей, жителей города, медиков, которые внесли в дело вообще восстановление жизни раненых солдат. И самое главное, конечно, город за то, что он сделал во время Великой Отечественной войны, был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. От того, что было, участники делегации перешли к тому, что будет. Впереди чемпионат мира по футболу. И к нам в Сочи приедет максимальное количество гостей и участников Мундиали около миллиона туристов. Представители 118 стран и делегации ООН. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, участники международной встречи – это признанные эксперты в сфере безопасности. Их диалог в таком формате сейчас более чем актуален и позволяет не только обмениваться опытом, но и искать новые подходы и решения проблем международной безопасности. В первую очередь Россия поделится опытом наших специалистов по обеспечению безопасности во время проведения Олимпийских игр в Сочи. Наша встреча, проходящая под эгидой Совета безопасности Российской Федерации, дает хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, для обмена наработанным опытом и расширения профессиональных контактов. Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении, как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе. Губернатор Кубани в свою очередь отметил, что для Краснодарского края честь принимать такой представительный форум. Глава региона выразил уверенность, что участники конференции смогут также оценить гостеприимство Кубани и во время чемпионата мира по футболу. Именно здесь, в Сочи, в 2010 году состоялась первая встреча. Событие стало важным шагом на пути налаживания широкого сотрудничества в сфере международной безопасности. Наш регион ежегодно принимает 16 миллионов отдыхающих, и вопросы безопасности, противодействия экстремизму, угрозам терроризма для нас имеют принципиально важное значение. Тем более, что этим летом в Сочи пройдет чемпионат мира по футболу. В завершении, коллеги, хочется сказать, что, безусловно, мы все люди, мы мечтаем, мы строим свои планы. Но самое главное условие, чтобы эти планы осуществились, это, конечно, безопасность. Я уверен, что те люди, которые сегодня находятся в этом зале, смогут обеспечить безопасность в своих городах, в своих странах и сохранить чистое мирное небо над нашими странами. Секретари Советов Безопасности, министры, помощники и советники глав государств по национальной безопасности, а также руководители спецслужб ежегодно собираются все вместе по инициативе Совета Безопасности России, чтобы координировать усилия всего мирового сообщества в вопросах глобальной и региональной безопасности. Как известно, международный терроризм меняет свою тактику и под ударом может быть любой регион. Здесь в рамках международных обсуждений была развернута выставка современного вооружения. Представлена большая экспозиция макетов мобильных комплексов специализированной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора для борьбы с биотерроризмом, биологическим оружием против населения. Опыт применения мобильных комплексов достаточно широк. Это работа в условиях массовых мероприятий. Это и универсиада в Казани в 2013 году, саммит стран групп 20 в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по футболу в этом году, который будет. В прошлом году мы обеспечивали санэпид благополучия при проведении Кубка Конфедерации. Сочи ежегодно принимает 6 миллионов туристов. Этим летом на курорте в рамках чемпионата мира по футболу гостей будет еще больше. Первый раз в Сочи. Это очень прекрасный город. Мы здесь встретились с очень теплым гостоприемством. Я надеюсь, что люди из Сербии будут приехать в Сочи, увидят как красивый регион, как красивый город. Это уже девятая международная конференция, на которой рассматриваются новые, более эффективные пути реагирования на глобальные вызовы. Продлится она до 26 апреля. Елена Авсецина, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.